Договор какой у меня с серым? Вторую, третью и четвертую плитку с расстоянием по тормозам. Мы коснулись. Можешь что-то в жизни добиться, а не смотреть телем. Всем привет! Весь день хотел запилить будни строителей. Сегодня такой насыщенный день был. Он еще не закончился, нифига. Но сейчас расскажу, что сегодня со мной происходило. Точнее все это началось со вчерашнего вечера. В общем, вчера я ехал. В общем, хотел просто запилить. Вот и пилю видео, не знаю, о своей жизни. Это же live. Так вот. Ехал я вчера смотреть, получается, один объект. Уже опаздывал вечером. И получается у нас на кольце впереди меня Camry ехала. И она так, то газ, тормоз, газ, тормоз, газ, тормоз. И получается, кольцо я смотрю свободное. И по кольцу уже начинаешь когда двигаться. И тут он резко по тормозам. Ну, короче, мы коснулись. В общем, коснулись, коснулись. Ничего меня... Чего? А что сейчас такая? Да, вроде как, да, не знаю. Там просто ничего не видно. Он что-то видно. Естественно, на бампере нет. У него тоже, ну, как бы, грязь. Дождь, все вот такие вот. Погода эта мерзкая в Ростове. Это, ладно, другая история. Так вот, в общем, цепляйся с этим чуваком. Едем мы с ним, ну, а там, как бы, если до 50 тысяч надо как-то самим что-то оформлять, то все, гаишники не едут. Он, ну, в панике, не в панике, но, в общем, поехали мы в ГАИ. ГАИ нам стали примут только в 12 часов ночи, либо утром. В общем, мы забили на все это дело и решили в 9 утра приехать. Ну, в 9 утра я кое-как приехал вот туда. Блин, не здесь. Чуть, блин, не поехал под этот самый. Так вот, в 9 утра мы туда, я туда приехал. Сегодня мой день, короче, начался так. В 9 утра, ГАИ. В общем, там суть до дела, пока то да сё. Потом у меня в багажнике там тележка и там инструмент по сантехнике нужно было закидывать на один объект. Мы поехали, закинули. Потом деловые линии. В деловых линиях, кстати, блин, в общем, созрел я все-таки на циклон. Буду делать циклон. Заказал всю вот эту вот требуху, которая нужна для него. И фрезу там же заказал, короче, у чувака там ВКонтакте. Вот. Ссылочку, может, оставлю в описании. Так вот. Получается, буду делать циклон. Взял этот циклон. Поехал. И мы начали там, мы еще один объект начали. То есть, у нас три, мы еще один начали. И получается, дальше вообще самая жесть. То есть, ну, у меня периодически работают разные люди. И как бы вот один там, ну, брат нашего, так сказать, постоянного сотрудника, он такой приходящий. Парень, золотые руки. То есть, ну, реально. Чувак, золотые руки. Одна проблема, все уже поняли, да, какая. Как только зарплата, неважно, пять или пятьдесят тысяч, серый уходит, короче, в запой. Ну, естественно, десять раз мы с ним ссорились. Десять раз прощались. Десять раз слезно принимали обратно. Ну, то есть, долгая история. Короче, года полтора я его не видел. Ну, сейчас, короче, много работы по плитке. А плиточник золотой нормальный. Вот. Ну, естественно, чувак приехал, ничего. То есть, вот приехал тип с деревней. Ну, естественно, вообще ничего. То есть, ну, вплоть там до перчаток. Ну, работать умеет. В принципе, самое главное, ну, как бы, уметь работать. Хотя тяжело с такими людьми. Короче, сейчас самый прикол. Я приехал в Ашан. Сейчас схожу в Ашан и дорасскажу, короче. Я еще не достиг до того уровня мастерства, когда люди ходят по Ашану с камерой. Так что не знаю, что там видно или нет. Сейчас я вернусь с Ашана и дорасскажу эту историю. Короче, не знаю, как видно. Продолжение истории. Ну, в общем, не понял, на чем я остановился. Ну, короче, поехал. Я купил СВП. Забрал с одного объекта плиткорез. Ну, все это, короче, попробками, естественно. Худо, бедно. Я, получается, доехал до... А, ну, так вот. Может, смотрели Кодолова, который там в тему таракань отвез типов, и там им только, короче, грубо говоря, хавку привозят. Они там и то там на карту, варек, фиг поймешь как. И, короче... И не платят им деньги. Вот. Чтобы они, типа, не убежали. У них там проблема с русскими. Все бухают и прочее, прочее. Ну, у меня, в принципе, такой проблемы нет. В принципе, работают все славяне, и все нормально. Но тут другая. Вот это как раз-таки тот случай. Золотые руки. Реально золотые руки. Но проблема. В общем, договор какой у нас с человеком? У меня просто, ну, много в данный момент работы. Огромное количество. А трудность какая? Люди приходят, да, ну, грубо допустим. Вот у меня трудность с малярами, да. Вот откровенная трудность. Приходят маляры, и все упирается во что? В ценник. Ценник... Ну, вот реально. Ко мне люди приходят. Я говорю, сколько стоит от штукатурки до покраски? Финиш. И мне, чувак, называют цену 2200. Ну, то есть, представляете, да, поштукатуренная стенка. Покрашенная. То есть, от штукатурки до покраски 2000 рублей. Все там, типа, виды работ. Все эти грунтовки, шпаклевки, там, 300 слоев. Все-все-все вот это вот. Я говорю, вот я с удовольствием говорю. Ну, во-первых, это говорит, таких цен нету, в принципе. А во-вторых... А во-вторых, ну, у меня в смете меньше цены. Вот у меня в смете, у самого меньше цены. Какой смысл мне брать на работу? Если я, получается, беру человека, ему еще должен из своего кармана доплачивать. Ну, то есть, вот там, ну, реально бред. Вот с этим реально бред творится. Очень... Почему не люблю я финишный процесс? Самому делать долго, муторно. То есть, ну, я не умею, у меня рука к этому не лежит и вообще. А, получается, ты берешь со стороны кого-то и ты хапаешь только негатив. То есть, ну, не нужно это. Ну, мне, допустим, вообще не нужно. Включу-ка свет, наверное, хоть что-то можно будет видеть. Ну, и, в общем, короче, ладно, об этом опустим. В принципе, то же самое с питочками, практически со всеми. То есть, люди приходят, называют какие-то космические цены реально. Причем приходят, видно, что голые вообще. Ну, то есть, ничего нету, ни инструмента, ни того, ни сего, а цены. Если я по таким бы ценам работал, я вообще, не знаю, миллионером был бы. Вот. Ну, и не суть, ладно. Видео не об этом. Так вот. Не, на самом деле об этом. У меня это болит реально. То есть, у меня три квартиры, ну, вот две квартиры сейчас под чистовую полностью сделаны. И у меня только одна бригада маляров, ну, вот, адекватные, да. Ну, все остальные, которые попадаются, ну, это просто пипец. Может быть, ребята, я нормальный. Но ценник вот реально выше рынка. Я не знаю, где такие цены. Ну, вот реально не знаю. Соответственно, мне продать ихнюю работу никак не получается. А если я с этого ничего не зарабатываю, ну, какой смысл? Ну, понимаете, рука руку моет. Ну, то есть, ну, бессмысленно мне этим заниматься. Мне проще от этого процесса отказаться, потому что еще куча геморроя будет. То есть, ну, уже сто раз пройдено. Ну, в общем, я стараюсь, поэтому, ну, такими вещами не заниматься. Но это ладно. Так вот. Дальше. Получается, вот купил я хавку, короче, договор какой у меня серый. Он ложит плитку, бабки получает, тогда, когда затер последний швы. Все. То есть, всю хавку мы привозим сами, на руки бабки не получают. Все, мы просто, ну, были президенты просто жесткие. Там, ну, нереально. То есть, вот такая, вот такая договоренность. А не могу, то есть, смысл в чем? Что вот мы делаем человеку, который, ну, для меня, допустим, важен. Я не могу поставить кого угодно туда. То есть, ну, вообще, в принципе, да. Ну, лично у меня я очень загружен. То есть, ну, мне некогда. Если я сейчас еще буду плитку уложить, ну, это вообще не вариант. Просто не вариант. У меня организационных дел на полдня каждый день. Вот. Так что и получается, что, ну, тут я никак не могу. Я знаю, что сделает хорошо свою работу. Но проблема одна. На один объект. Вот один объект получит бабки, дальше там, ну, не знаю. Сейчас, конечно, поет хорошо. Но знаете, как все приходят первые две недели просто сладкие. А дальше начинается гема. То есть, вот тут такая же, такая же ситуация. Прям один в один. Вот. Ну, и, как бы, посмотрим, в общем, чем это закончится. Сейчас зайдем, покажу, короче, что мы начали. Там прикольная плитка по диагонали. Мы просто весь дом, грубо говоря, сделали. И там уже сейчас финиш остается, опять же, та же самая. Больная тема малярка. Вот. Которая, ну, я понимаю, что она денег стоит. Но людям объяснить, что сколько она стоит реально, сколько с ней возни. То есть, ну, это вот практически фантастика. Все маляры знают. Я поэтому и говорю. Поэтому маляры, они изначально настроены на негатив. Почему? Потому что их со всех сторон кусают. Я понимаю, они в конце за всеми, получается, должны собрать сопли. И при этом, при всем, у клиента заканчиваются деньги на этом моменте. Ну, то есть, я уже об этом говорил, что это самый тяжелый момент. То есть, к нему нужно человека очень хорошо готовить. То есть, иначе, иначе не получится ничего. То есть, самый главный момент, вот, психологический конец всегда тяжелый. Всегда. Даже вот в черновой отделке, вот, кажется, все. Вот завтра еще два самореза, и мы закончили. Да какой надо. Там еще и то, и то, и розеточки перенести, и пятое, и десятое. А в малярке это вообще что-то поправлять, переделать. Это, ну, просто тихий ужас. И поэтому, как бы, я прекрасно понимаю, что я бы, может быть, и рад. Но я реально еще не научился людям объяснять, что, ну, грубо говоря, они за весь ремонт заплатили там 6-7 тысяч рублей за квадрат. И тут придется за каждый погонный метр, за то, за все, за все еще вывалить двушку, трешку. Ну, это вообще без материалов, это вообще, то есть, ну, это почти что невозможно объяснить человеку. Вот. И все, и тут же еще момент конкуренции, да. Всегда находится, кто сделает подешевле, и тут вообще все рушится вообще в пух и пра. То есть, ну, вот поэтому, поэтому вот такая боль. То есть, я пока что думаю, как это все решить, но я не один думаю, а вся страна думает. Ну, это тяжело, то есть. Механизация, ну, опять же, механизация тоже не решает эту проблему нифига. Вот. Ладно, сейчас приедем, покажу наш объект. Посмотрим, что ребята сделали. Кстати, сегодня в час дня я, получается, только доехал. То есть, там только на сухую разложили. Осталось там два человека. Сейчас, я не знаю, около 8-9 вечера. Вот я еду одного из них забирать, а серый там остается. Вот. Покажу, что они успели сделать за это время. Мне же самому интересно. Ну, вот. Посмотрим. Блин, реально грязь. Вообще жестко, короче. Вот в натуре. Я еще на летней резине. Еле-еле. Вся машина грязная жестко. Ну, я вроде добрался. Так. А еще я сегодня целый день карабах гипсокартоновый крутил. на другой из квартир. Так, ладно. Вот видите, жрачка. Сейчас пойду, посмотрю, что там по центре сделали. Повторяю. Сейчас у дня, пацаны, работают. То есть, сейчас у дня еще ничего там не было. То есть, я только плиточный клей, станок привез. То да сё. Так что, сейчас пойдем посмотрим, что же они там сделали. Ох, жестко. Ахай, бля. Так. Так вот. Так. Папа пришел, молока перенес. Ну что, Серега? Сперва она меня бесила. Кто тебя бесила? Близко? Ну ты понял? Ну расскажи, что тебе нравится СВП? Ну я тебе скажу, что... Пиздец, охуенно. Ну столько не положили. Ну еще мы разговаривали, хозяин же приезжал пока. Чувак, короче, первый день видит, что такое СВП. Даже не понял, что я его снимаю. Все, посмотрите на реакцию человека. СВП. Вот видите, СВП рулит, рулит, ребятки. Знаете, посадок, вот я же говорю, это с часу дня. С часу дня, посмотрите на это. Плюс час, да, мы приехали? Плюс там перелет, два-третьих. Два-третьих? Да, да, с трех. Короче, серый. Ну, лежал заказчик, полчаса посидели, пообщались. Да больше, да. У нас клевый заказчик. Привет всем таких заказчиков, как у нас. Желаю. Эрп, серый, я набрал до всякой хавки. Курить не попил, да? Не успел. Да ты просил? Да, Женя не успел сказать, да. А мне не с чего звонить. А, ничего. Скажи. Клево, клево. Тут у нас клевая раскладка, короче. Женек, расскажи про нашу раскладочку. Извините, какая? Да, раскладка сама. Такое, что дальше было. Решение было от заказчика, то есть, раскладывать первую, вторую, третью и четвертую плитку с расстоянием, грубо говоря, от нуля, там 25, 15 и 40 см. То есть, на мой взгляд, это было самое правильное решение. Короче, если смотреть по диагонали, видите, как классно смотрится. Даже не поймешь, как плитка лежит. Короче, вот такие вот сегодня веселые будни строители. Все в темноте.